Всем привет! Много я сделала постов, где акцентировала ваше внимание на том, почему все-таки важно говорить нам нет. Возможно, при выполнении этого действия сначала вы можете почувствовать по этому поводу некую тревогу, потому что ведь все это время я занимался жизнью других, а не своей. Но таким образом вы высвободите колоссальное количество ресурсов, которые раньше тратили на других людей, на ненужные цели в нашей жизни. И когда научитесь ставить свои потребности на первое место, у вас откроется целое поле возможностей для развития. А главное, вы будете иметь достаточно времени, мотивации, сил, эмоционального ресурса. И ваши отношения с близкими тоже выйдут на новый уровень. Ну, конечно, возможно, не обойдется без потерь, и кто-то не выдержит вас там неудобного, выразимся так. Но с людьми, которые действительно вас ценят, любят, не только за безотказность вот вашу, да, чтобы там им говорить и нет. Общение тут станет более искренним, прозрачным. А когда взаимоотношения приносят радость, а не только обязательство, помогать, конечно, хочется уже естественным образом, а не потому что надо. Уйдут вот эти застарелые токсичные эмоции. Ведь пытаясь быть для всех хорошим, вы берете у себя взаимы. За каждой просьбой, которую вы там выполняли, выполнили там перед людьми, наступив себе на горло, да, там кроется ворох едких чувств. Там злость, раздражение, обида, гнев, вина. И если вы их не замечаете, это не значит, что их нет, эти деструктивных вибраций. Потому что любые эмоции, которые мы подавляем, они копятся тяжелым грузом. И однажды они просто выплескиваются на окружающих. Или направляются против себя психосоматическими всякими симптомами или деструктивным поведением. Кстати, вы станете увереннее, тренируясь говорить «нет». Вы также учитесь выдерживать свой страх, учитесь распознавать эмоции, которые раньше привычно подавляли. И лучше узнаете свои истинные потребности. Умение сказать «нет» – это только одна сторона уверенности. А другие стороны – это способность заявить о себе без страха. Отстаивать свою позицию, добиваться своего. В вашей жизни также станет очень меньше конфликтов. Вы это без труда заметите. Вам кажется, да, если вы начнете отказывать людям, то отношения с ними якобы испортятся. И близкие там отвернутся, коллеги там разочаруются. Но на самом деле эффект может быть прямо вообще обратным, противоположным. И вы перестанете подавлять свое недовольство, раздражение, которое затем выплескивается на окружающих пассивной агрессии или конфликтами на ровном месте. И новые люди в вашем окружении начнут появляться. Новые знакомства, которые будут вас ценить за вашу вот эту уверенность, искренность и сильную вашу личность. Отношения с ними тоже будут более зрелыми. Строятся на базе уже общих каких-то ценностей, интересов. В отличие от тех отношений, которые зависели от того, насколько вы там полезны или удобны тем людям. Подпишитесь, друзья, на этот канал о саморазвитии. Здесь ежедневная обратная стабильная связь, общение внутри канала и своевременные ответы на все поставленные вопросы. Всем пока-пока. С вами была Светлана Карчикова. До новых встреч.